Приветствую, мои дорогие! Сегодня 2 июня, 2024 год, воскресенье. Первое воскресенье июня. У нас по-прежнему жарко в Ленинградской области. 30 и выше, несмотря на грузы. Но жить можно. Несколько видео вам сегодня покажу новых, и многие связаны с историческими событиями. Начнем с главного. Ровно 10 лет назад, в этот день, 2 июня 2014 года, в понедельник, в рабочий день, украинскими фашистами, террористами и вообще просто безмозглыми людьми был нанесен украинскими ВВС авиационный удар по зданию Луганской областной государственной администрации. Впоследствии этого авиаудара мы помним прекрасно, эти прямые кадры. Помните, у здания масса раненых, кричащих от боли людей, искореженные автомобили. Я никогда не забуду эти кадры. 10 лет назад сейчас бы такие кадры не показали, тогда еще показывали. Значит, два самолета ВВС Украины нанесли авиационные удары. Это было примерно в 15 часов дня. Значит, это был центр города, Луганская администрация. Это было четырехэтажное здание. Помните, потом были разговоры, взорвался кондиционер якобы, пошли вот эти слухи, сплетни и прочее. Так украинцы оправдывались. Погибло 8 человек, еще 28 были ранены осколками. Среди погибших находилась министра здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Архипова. Светлая ей память. Прям показывали ее, она еще была жива, изранена, искалечена. И пророссийский активист Александр Гизай, наш русский активист Александр Гизай. Значит, еще раз говорю, два самолета было. После этих видеокадров, облетевших весь мир, Министерство иностранных дел Российской Федерации сделало жесткое заявление с осуждением этого нового акта насилия со стороны украинских властей, этого Порошенко, уже избранного, и так далее. Вот такое было заявление. Сегодня, 2 июня, киевские власти совершили очередное преступление против собственного народа. В результате обстрела авиации вооруженных сил Украины в здании Луганской областной администрации погибли мирные граждане Украины. Киев в очередной раз грубо нарушил договоренности, согласованные в Женевском заявлении от 17 апреля и получившее развитие в дорожной карте швейцарского председательства БСЕ. Все случившееся свидетельствует об откровенном нежелании киевских властей идти по пути, поиска путей межнационального согласия в стране. Вот 10 лет прошло, а авоз и ныне там. Светлая память Александру, Наталье и всем погибшим еще шести людям в ту пору, в этот день, 10 лет назад. Мы все помним. Значит, 3 июня 10 лет назад Валерий Болотов, глава Луганской Народной Республики, на которого это покушение было рассчитано, потому что он был в этом здании и члены его правительства, объявил траур трехдневный по погибшим в результате авиаудара. Значит, так, было создано управление по расследованию преступлений международного характера. Это в нашем следственном комитете на 4 июня. Ну, в общем, все понятно. 2 июня 2015 года в центре города состоялось открытие памятника жертвам авианалета. Это в Луганске. То есть ровно через год. А 2 июня 2018 года в Луганске у Дома правительства ЛНР открыли памятный знак жертвам авиаудара 2 июня 2014 года. 10 лет прошло. Забыть этот ужас невозможно. 28 раненых, 8 погибших, в том числе Наталья, министра здравоохранения, вышла издание. И вот такая трагедия вместе с другими людьми. Значит, по поводу Валерия Болотова, в то время главы Луганской дородной республики, его в итоге свергли в августе 2014 года, значит, он подал в отставку. Позднее он описывал эти события. То есть в августе 2014 года, через 2 месяца после этого авианалета, его в итоге свергли с поста главы республики, значит, 13 мая до этого на него было покушение совершено, он несколько дней лечился, 4 дня в Российской Федерации. Это все звенья одной цепи. Значит, он уж заявил о временном уходе Валерий Болотов 14 августа 2014 года, через 2 месяца и 10 дней после налета на здание Луганской администрации городской. В итоге он был отравлен в Москве, это мое предположение, все признаки этого есть. Отравлен пристрадных обстоятельствах и умер 27 января 2017 года. В Москве он уже занимался бизнесом, занимался отправкой помощи в Луганск и очень странно скончался. По предварительным данным в результате острой сердечной недостаточности, значит, хотя потом заявили, что признаков инфаркта у него не было выявлено при вскрытии, просто бляшки какие-то и все. Да, за несколько дней до этого глава, вот бывший глава республики, на которого было покушение, в том числе при авиаобстреле 2 июня 2014 года, 10 лет назад, что он себя чувствовал не очень, жаловался на самочувствие, после чашки кофе, выпитой накануне в компании двух мужчин на деловой встрече в спортбаре «Красная машина» в здании ледового дворца ЦСКА. Позже стало известно, что Болотов встречался с бывшим спикером Народного совета ЛНР Корякиным и Валерием Александровичем Сансанычем. При этом время встречи, во время этой встречи он отходил за ребенком, то есть стол оставался в свободе. Об этом рассказал Саныч, уточнив, что предложение о встрече исходило от самого Болотова. В общем, его торванули, в итоге убили. Это мое предположение. Значит, в общем, хотела его супруга в повторную экспертизу установить на наличие отравляющих веществ. В общем, в итоге его похоронили. Остались супруга и двое детей 2001-2008 годов рождения. Вот такая темная история. Светлая память всем погибшим 10 лет назад, 2 июня 2014-го года в Луганске. Зверство это никогда не будет забыто, мы будем всегда о нем помнить. Примите мои искренние соболезнования, все луганчане, кто потерял родственников и близких в то время, 2 июня, до и после. Светлая память. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, оставляйте комментарии. Жду до приема. Спасибо за донаты. Идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...